Всем привет! С вами Русалина. Мы на видеоканале, который посвящен лепке из полимерной глины. Друзья, в этом мастер-классе мы будем с вами создавать колье с цветами яблони. Конкретно в этом уроке мы с вами будем создавать, лепить из полимерной глины цветы, бутоны и листья. И если это видео наберет больше 200 комментариев, то следующее видео выйдет по сборке данного колье. Поэтому не скупитесь на комментарии, пишите их внизу под видео, потому что они очень важны для меня и для развития моего канала. Это будет маленькая благодарность от вас, мне. Если вы хотите своими руками из полимерной глины научиться создавать цветы яблони и красиво оформлять их в украшения, этот мастер-класс для вас. Оставайтесь со мной и мы приступаем к работе. Дорогие друзья, для работы нам понадобится полимерная глина белого и зеленого цвета, пастель розового и салатового цвета, флористическая проволока бумажной оплетки толщиной 0,4 мм, две плоских кисти, тычинки, жидкая пластика, вайнер, лепестка универсального, кадр в форме капельки, маленького диаметра, проволочка металлическая, 0,4 мм, лезвие, иголка, стек с шариком и тонкогубцы. Вы, наверное, видели цветы яблони и они на просвет практически прозрачные, то есть видно все прожилочки, которые есть внутри. Поэтому в данном случае мы будем использовать 0,10 номер цернит. Это белый с восковой полупрозрачностью, которая проявляется уже после запекания. Мы подготавливаем белую пластику к работе, мы делаем ее максимально мягкой, эластичной и раскатываем в очень тонкий пласт. Мой пласт составляет всего лишь 1 мм толщиной. Дальше мы берем катер в форме капельки диаметром 1 см и вырезаем из белого пласта множество заготовок для будущих лепестков. Теперь мы укладываем каждый лепесток на ладошку и стеком с шариком диаметром 5 мм мы раскатываем верхнюю широкую часть каждого лепестка, каждой заготовки и утончаем ее. Нижнюю острую часть, которая смотрит на вас, мы оставляем такой же толстой, мясистой и нераскатанной, чтобы за счет ее плотности мы могли поднять лепесток вверх. Он у нас стоял вертикально. На один цветок нам нужно будет создать 5 таких лепестков. Смотрите, лепестки я хорошенечко прикрепляю к рабочей поверхности. Это необходимо для того, чтобы сейчас сделать тонировку лепестков и они у нас не крутились на рабочей поверхности, не ерзали и никуда не съезжали. Для тонировки я буду использовать пастель двух видов. Это зелено-салатовый, такой травяной оттенок и нежно-нежно-розовый оттенок. Нежно-розовый оттенок я втираю в верхнюю часть, в широкую часть каждого лепестка. Стараюсь не растушевывать пастель по всему лепестку, а только верхнюю часть прохожусь по окантовке, по верхнему краю лепестка. А вот салатовую пастелью я тонирую только низ, острый низ каждого лепестка. Теперь лезвием поддеваю каждый лепесток, снимаю его с рабочей поверхности. И внизу, в салатовой части, я стыком делаю углубления, круговыми движениями по низу. Еле-еле слышно провожу, я стараюсь не утончать нижнюю часть лепестка, но в то же время, чтобы его края приподнялись и он имел форму лодочки. Собирать цветы я буду на рабочей поверхности. Стыком подхватываю первый лепесток, присоединяю его к рабочей поверхности, в данном случае это у меня плитка, на ней же я и буду запекать цветы. И теперь в круговую, веером, друг за дружкой я укладываю лепестки, ориентируясь на первый лепесток, который я прикрепила. То есть каждый лепесток идет нахлёст на предыдущий, а последний лепесток подкладывается под первый и ряд замыкается. Следите за тем, чтобы окружность у вас, чтобы цветок был круглый, чтобы все лепестки были на одной высоте. Можете подхватывать лепесток стыком за салатовую нижнюю часть, так удобней. Если какие-то лепесточки опали, то их можно шилом подтянуть за тот край, который у нас не прикрыт. Подтягиваем иголочкой в центр лепестки, и как видите, у нас цветок становится более закрытым. И опять же, центр сглаживаем, чтобы не было видно проколов иголкой. Подобным образом для колье мы собираем еще 4 цветка. То есть всего у нас должно быть собрано 5 цветов. Старайтесь, чтобы цветы были одинакового размера, то есть одинакового диаметра, чтобы они смотрелись симметрично в колье. И собирайте их на той поверхности, на которой вы будете запекать. Чтобы нам не пришлось потом отсоединять цветы от другой поверхности, тем самым они могут упасть. Лепестки достаточно тонкие, и цветы могут их раскрыть. А приподнять лепестки, когда у тебя не прикреплена средина цветка, то есть цветок не зафиксирован на рабочей поверхности, очень-очень сложно. Все цветы у меня готовы в количестве 5 штук. И вот по центру, где я сглаживала стеком пластику, может быть такое, что белая пластика будет виднеться. Поэтому возьмите еще пастель салатового цвета, той, которую мы тонировали окончание лепестков. И еще раз пройдитесь по центру цветка этой салатовой пастелью. Перед запеканием внутри каждого цветочка, ровно по центру, нам нужно будет сделать сквозное отверстие. Отверстие должно быть достаточно большое, потому что мы будем туда пропускать пучок с тычинками. То есть примерно 3 мм у вас должно быть отверстие. На данном этапе мы цветочки пока откладываем в сторону и приступаем к формированию бутонов. Мы создаем точно такие же лепестки, тонируем точно так же, как мы делали лепестки на цветы. У меня сейчас лежат заготовки. Для калии нам нужно будет сделать 16 бутонов. Итак, лепестки у меня готовы, я их уже тонировала. И сейчас я их открепляю от рабочей поверхности и делаю углубление. Сегодня я им придаю форму лодочки, но в данном случае я делаю углубление со стороны непрокрашенной пластики. То есть с обратной стороны лепестка мы в круговую стыком, шариком делаем углубление. Сейчас я беру проволочку, это тонкая проволочка. Эта проволочка всего лишь 0,4 мм, это в бумажной оплетке. Отрезаю примерно 10 см от проволочки отрезок. С одной стороны проволочки круглогубцами делаю двойную петлю. Эту петлю накрываю любой сорной пластикой, желательно светлого цвета. И теперь в круговую, вокруг капли размещаю три лепестка. Размещаем первый лепесток. Нижнее тонкое основание отходит от проволочки. Сам лепесток, его правая сторона приклеивается к капле, а левая остается открыта. Второй лепесток крепится к предыдущему лепестку, накрывая его ровно наполовину. Опять же, правая сторона у нас клеится к капле, левая остается открытой. И третий лепесток у нас подкладывается под первый. То есть, правая сторона заводится под начало первого лепестка, а мы помним, что левый край там был открытый. Правая сторона третьего лепестка приклеивается к капельке, левая остается открытой. И теперь вниз, под бутоном, мы должны вытянуть пластику вдоль стебелька примерно хотя бы на 1 см. Если левая сторона у вас сильно раскрыты, вы можете их прикрыть пальчиком, либо иголочкой. Бутоны у нас должны быть закрыты. Вставляем бутоны в губки. На этой же губке я и буду их запекать в духовом шкафу. Давайте еще раз повторим. Сделаем с вами еще один бутон. Лепесткам мы придаем углубление с обратной стороны, там где у нас не прокрашенная пластика. Они должны принять форму лодочки. Дальше мы берем проволочку. Тонкогубцами делаем двойную петельку. Накрываем эту петельку сорной пластикой белого цвета или любого светлого оттенка. Дальше берем лепестки и в круговую вокруг капельки мы начинаем укладывать внахлёст друг на друга три лепестка. Так, чтобы у нас капелька была полностью прикрыта, чтобы всю сорную пластику мы закрыли. Чтобы бутон у нас был закрытым. Внизу под бутоном мы вытягиваем пластику примерно на один сантиметр вниз. Повторюсь, нам нужно создать 16 бутонов. На данном этапе мы можем поставить на запекание цветы и бутоны. Потому что сердцевины мы будем собирать в цветах уже только после того, как они будут запечены. Пока они запекаются, мы с вами делаем тычинки. Для этого нам нужна будет проволочка толщиной 0,3 мм. Серебристая, обычная проволока, которая часто используется в бижутерии. Мы берем тычинки. Тычинки я беру мелкие, желтого цвета, уже готовые. Подтягиваю их всех, чтобы они были одинаковой высоты. Теперь беру пучок примерно из 10 тычинок. И вокруг него наматываю проволоку. Отступив от самих головок тычинок примерно 5 мм. Проволочку я наматываю в несколько оборотов плотно. И только потом я срезаю эти тычинки. Получается, пучок тычинок у нас зафиксирован проволочкой. Нам нужно создать 5 таких основ из тычинок для 5 будущих цветов. Пока у нас дальше запекаются цветы и бутоны, я предлагаю вам приступить к формированию листьев. Листья мы будем создавать из зеленой пластики. Итак, я отрываю небольшой кусочек от зеленой пластики размером с горошину. Дальше я из этой глины формирую капельку. Капельку я расплющиваю, укладываю на ладошку, только теперь острием вверх. А широкая часть смотрит на ладошки вниз на вас. Беру стек и стеком раскатываю только края будущего листика. Центр я не раскатываю. Стараюсь при раскатке, чтобы листик все-таки имел форму, капельки форму листика. А дальше листочек я укладываю в молд. Внизу я делаю иголкой по центру углубления в самом листике. Теперь беру проволочку. Верхнюю ее часть скручиваю тонкогубцами в 2 раза. Получается как бы петелька, которая у нас согнута и прижата к стебельку. Вот эту петельку я сейчас накрываю пластикой зеленого цвета. Опускаю вниз примерно на 1 см. И укладываю в то углубление на листике, которое мы сделали по центру. Затем я прижимаю все второй половинкой вайнера. Делаю хороший отпечаток на листочке. И протягиваю пластику вдоль ствола вниз примерно на 5 мм. Теперь я беру пастель того же салатового цвета, которому мы тонировали цветы. И тонирую листочки с двух сторон. Дальше вы можете придать листочку изгиб, такой какой пожелаете. Всего у меня было создано 21 листочек. Вы можете создать с небольшим запасом, потому что листочками можно прикрыть все голые места в колье, которые могут образоваться. Но теперь возвращаемся к цветам. Они уже запеклись. И мы можем приступать уже к оформлению сердцевин. Смотрите, мы берем пучок с тычинками. И в отверстие, которое у нас было в цветке, мы вставляем тычинки. И стараемся протянуть их так, чтобы начало пучка, то есть там, где ниточки проволочки у нас соединяются, пролезли в углубление и нашли выход свой с другой стороны цветка, с тыльной его стороны. Ну а теперь нам понадобится жидкая пластика. Мы капаем немножко жидкой пластики с обратной стороны цветка, там, где у нас тычинки и проволочка выходят из отверстия. Теперь берем пластику зеленого цвета, та, из которой мы лепили листочки. И сейчас мы будем формировать задник у цветка. То есть мы берем, делаем маленькую полосочку и оборачиваем этой полосочкой тыльную сторону цветочка, там, где проволочка у нас выходит вместе с хвостиками тычинок. Жидкая пластика поможет скрепиться запеченной глиней и свежей пластики. Все это мы хорошо прижимаем друг к дружке, чтобы после запекания мы получили твердый монолитный цветок. И после того, как мы сделаем плодоножку, нам нужно будет поставить еще раз цветы на запекание. Запекать я их буду на губке. Обратите внимание, в каком положении я на губке размещаю цветок. Ни в коем случае не ставьте его вниз головой. То есть на скосок губки я размещаю цветок так, чтобы он как бы висел у нас над губкой. Вы знаете, что в момент запекания пластика становится очень хрупкой. Если на нее будет давление, она может просто сломаться. Поэтому всегда продумывайте, как вы будете печь в своей стиле. Ну вот и все у нас последнее запекание. Мы запекаем листочки и запекаем повторно цветы. И все элементы для дальнейшей сборки у нас готовы. Мои хорошие, если вы хотите продолжения, если вы хотите увидеть сборку, пожалуйста, оставляйте комментарии. Как только видео наберет больше 200 комментариев, обязательно выйдет мастер-класс по сборке, где я подробно расскажу, как собирать и как получить данное изделие. Как создать колье. И на основании уже этого колье вы можете создавать абсолютно любые другие украшения с другими цветами, в другой цветовой гамме. Ставьте лайк, если вам этот мастер-класс понравился. Я думаю, что из него вы подчеркнули очень много полезного и интересного. То, что я раньше не показывала в других видео уроках. И пишите комментарии. А я пока буду ждать и работать над второй частью. Всем пока и до новых встреч!